Тема сегодняшней конференции – это обеспечение отказоустойчивости. Вы сейчас обсуждали, как можно обеспечить отказоустойчивость. Я решил посмотреть на эту проблему немножко под другим углом и рассмотреть ее с точки зрения, зачем и почему это нужно делать. Итак, отказоустойчивость с точки зрения сервис-провайдера, рецепт от компании Acronis. Зачем это нужно делать, для чего это нужно делать. Сегодня мы поговорим о том, почему отказоустойчивость важна именно сервис-провайдеру. Какие проблемы сервис-провайдер пытается решить, что нужно защищать и от чего. Это очень важно, потому что понимание проблемы дает возможность решить эту проблему. Немножко посмотрим на ошибки, очень часто возникающие в веб. 404-500 ошибка. Как с ними бороться? Что это такое на самом деле? И закончим на том, что такое быстрое восстановление. Миф – это реальность. Возможно ли это? Итак, начнем. Немного о компании Acronis. Компания Acronis – это высокотехнологичная компания, которая на рынке уже более 13 лет. У нас есть офисы во многих странах мира, большое количество сотрудников. Основная масса этих сотрудников – инженеры, разработчики. У нас очень высокая компетенция в области резервного копирования, предоставления услуг и сервисов по security. Мы понимаем, что такое отказоустойчивость, мы понимаем, что такое резервное копирование, и мы понимаем, для чего это нужно делать. Итак, почему отказоустойчивость важна? Я не зря решил поместить эту картинку на эту презентацию. Если вы не узнали, это Джим Керри. Он говорит, да. Самая важная задача для сервис-провайдера – это сохранение бизнеса. Сохранение, развитие бизнеса, получение дохода. И отказоустойчивость в процессе сохранения бизнеса занимает одно из первых мест. Какие проблемы пытается решить сервис-провайдер? Сервис-провайдер в первую очередь пытается привлечь клиентов, дать им необходимый уровень сервиса и предложить им современные услуги. Но клиент, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к функционалу. Клиент хочет получить все и сразу. Решить это можно привлечением значительных инвестиций на начальном этапе проекта, вливанием большого количества инвестиций. Но зачастую перед сервис-провайдером стоит проблема ограниченных ресурсов. Здесь мы говорим и о людских ресурсах, и о ограничениях технологических, и о ограничениях, как бы эта страна ни звучала, в компетенции. Потому что не все области могут покрываться. Необходимо также обеспечивать требования закона, соблюдать требования закона. В условиях Российской Федерации это очень актуально. И самое важное, необходимо сохранить доверие к сервису. Сохранение доверия к сервису – это одно из наиболее важных направлений работы сервис-провайдера. Доверие к сервису – это, по сути, все, что можно связать так или иначе с репутацией сервис-провайдера. Что же нужно защищать? Можно защищать, конечно же, людей. Можно защищать дата-центры. Но в первую очередь нужно защищать данные. Данные пользователей. Данные пользователей. Поэтому один из основных аспектов защиты – это защита данных. Следующий аспект, наиболее важный – это защита сервисов. Потому что защищенные данные без защищенных сервисов не дадут сервис-провайдеру возможности активно развиваться и сохранять бизнес, привлекать дополнительных клиентов. Что можно сказать про защиту данных и защиту сервиса? Почему это актуально? Защита данных актуальна с той точки зрения, что потеря данных либо компрометация данных может привести к значительным негативным последствиям. Например, потеря данных всегда ведет к потере времени. Если пересчитать потерю данных во времени, то можно сказать, что простой в 10 часов для большого количества пользователей – 100 миллионов – это, по сути, потеря 10 тысяч человеческих жизней. Данные и простой – это очень важно. Потеря данных может привести к потере денег напрямую, может привести к потере власти, может привести к потере доверия, что тоже очень важно для сервис-провайдеров. Что может дать потеря данных еще? Конечно же, известность. Но такая первослова никому не нужна. Известность, которая получается в результате каких-то там чрезвычайных происшествий, никому не нужна. Это негативная слава, это негативная известность. Если посмотреть на статистику, то, например, одна из известных компаний, там, Тима Байл, потеряла большое количество пользовательских данных. Это привело к тому, что пользователи начали исход из этой компании. Компании пришлось извиниться. Компания Pixar, небезызвестная, чуть было не лишилась своего мультипликационного фильма «История игрушек 2». Сбой, либо удаление случайное чуть-чуть не привело к очень негативным последствиям. Как пример, хостер Codespace. Хостер с 7-летней историей закрылся после хакерской атаки. Он не смог восстановиться. Потеря данных, потеря репутации. В итоге компании нет на рынке. Еще один пример, сайт авиасимуляторов avsim.com был стерт хакерами. Он, конечно же, восстановился, но как результат урон был нанесен, по сути, любителям авиасимуляторов. Большое количество данных восстановить не удалось. Ну и, конечно же, не стоит забывать про крупные интерпрайз-компании. Все они так или иначе сталкивались с потерей данных во время обновлений. Например, один из примеров обновления ERP-системы, падения ERP-системы или неудачное обновление ERP-системы приводило напрямую к тому, что акции компаний HP, Oracle, к примеру, падали на 8-20%. Это очень много. Это прямая связь между данными и деньгами. Между данными и доверием пользователей. Что же с точки зрения сервисов? Если мы говорим про сервис, не нужно говорить про сервис, а что будет, если он упадет, что будет, если сервер откажет, что произойдет, если сервис будет недоступен. Нужно задавать вопрос, а что произойдет, когда сервис будет недоступен? Это вопрос не если, а когда. Это случится обязательно. Я сейчас не нагнетаю, но статистика – это такая упрямая вещь. Это обязательно случится. Это будет не если, это будет когда. К этому нужно быть готовым. Хакеры, угроза жизни, ошибки пользователей, вирусы, сбои программного обеспечения – факторов очень много. Даже космическое излучение, оно тоже очень опасно.